Родился в 1929-м, в 1930-м стал национальным, в 1970-м получил автономию. 15 июля Неницкий автономный округ празднует свой 86-й день рождения. С приветствием ко всем жителям нашего края обратилась председатель Верхней Палаты Российского парламента Валентина Матвиенко. Неницкий автономный округ имеет уникальный природно-ресурсный потенциал, составляющий значительную часть национального богатства России. Благодаря трудолюбию жителей регион сегодня является одним из перспективных субъектов Российской Федерации, где активно развиваются минерально-сырьевая база, сельскохозяйственные, рыбодобывающие и оленеводческие комплексы. Председатель Верхней Палаты Российского парламента пожелала жителям округа здоровья, счастья и благополучия. Телеканал «Север» каждый день рассказывает о славном историческом пути нашего округа в кадрах кинохроники, воспоминаниях героев-созидателей, программах и фильмах. Впервые наш телеканал поздравил округ с 80-летним юбилеем в фильме «На окраине милой России». Заповедный и добрый арктический край, мир суровой зимы и полярного лета, уходящего мира языческий рай, птичьих стай и туманных печорских рассветов. Времена, когда ненцы были необразованными и их называли самоедами, прошли. Сегодня представители моего народа имеют научные звания, возглавляют предприятия, блистают в литературе и на сцене. После создания национальной территории коренные жители принимают участие в решении общегосударственных вопросов, поднимая округ на новую ступень развития. Журналисты нашей телерадиокомпании создали документальные фильмы о каждом предприятии города и округа, рассказали о трудовом пути коллективов, Наринмарского авиаотряда, окружного суда, спортивных учреждений, школ, нефтяных месторождений. Показали, как работают оленеводы, живут поселки округа, как сохраняется национальная культура. Герои наших программ – жители округа, учителя, строители, нефтяники, газовики, спортсмены, депутаты, люди, от работы которых зависела и зависит судьба целого края. Наш земляк, ветеран труда и почетный гражданин Ненецкого округа Федор Степанович Филиппов в 70-м году разрабатывал проект закона об автономии национальных округов для предоставления правительству Российской Федерации. Происходило это историческое событие в поселке Нельминнос, куда для работы над проектом приехали люди, для которых судьба округа стала личной судьбой. Академиком Куток Виктором Фомичем Гайдуковым Василием Николаевичем и докладом по сессии я поручил выступить на президенте Верховного Совета Российской Федерации. Вот мой доклад на пятый день был заслушан, и этот закон был для всех автономных округов принят. Край получил автономию, стал равным и равноправным субъектом Российской Федерации. Сегодня Федор Степанович поздравляет жителей округа. Не надо забывать прошлое. Прошлое было очень хорошее, но перспективу надо думать вперед. И все, что впереди задачи поставлены перед округом, надо выполнять. Продолжение следует...